Многие из вас, наверное, летали куда-то в дальние страны, и если вы летите куда-то дальше, чем до Сан-Франциско или Атланты, вам нужно пересадки, с пересадками лететь. Где-то в Хьюстоне, в Чикаго, в Нью-Йорке, где еще? В Франкфурте, в Амстердаме, пересадки. Наверное, вы все сталкивались с этой ситуацией, когда у вас есть пересадка, и хорошо, если она всего полчаса, но если она 2 часа, 6 часов, 8 часов, вы знаете, о чем речь идет, да? Вам нужно как-то в этом аэропорту, где ничего нету, как-то перебиться эти 2-8 часов. Теперь представьте такую ситуацию, если вы прилетели куда-то, допустим, в Атланту, и начинаете обустраиваться. Зашли в туалет, начали все перестраивать, украшать, менять, заказали на интернете цветы, заказали холодильник, чтобы доставили в диван, начали расставлять там в коридоре, где-то в проходе себе, устраивать жизнь. Но люди на вас странно немножко будут смотреть, сказать, что это сделать? У него здесь 2 часа всего, она все в самолете или 8. А он начинает здесь обустраивать, вести себя как дома, заказывать разные вещи, люстры, холодильники и все остальное. Нет, нет, нет. Мы скажем, что-то неладное. Мы все понимаем, что пересадка, нам нужно просто как-то вот перебиться эти 2-8 часов на неудобных стульях и улететь и поскорее. Дорогие, в этом мире мы как в том самом аэропорту. Мы всего здесь на время. Нам просто надо перебиться как-то и сесть на самолет, в свою конечную точку назначения перелететь. Но, к сожалению, почему-то вот когда речь доходит до нашей жизни, почему-то мы начинаем менять приоритеты и кажется, это нормой, когда мы начинаем в этом аэропорту что-то устраивать. Начинаем устраивать жизнь, пускать корни, начинаем как-то прилепляться, устраиваться. Неужели это из-за того, что вот немножко дольше пересадка? Так вот, вопрос сегодня, о котором хотелось бы вместе с вами размышлять, это как помочь нам друг другу, самим себе, отлепиться от этого аэропорта, в котором мы находимся. Как так сделать, чтобы мое сердце, мое мышление понимало, здесь временно, это пересадка, у меня есть конечная цель. Многих мотивирует смотреть в вечность, страх смерти, страх наказания, но, исследуя Писание, мы приходим к выводу, нет, вы знаете, что нас должно мотивировать? Мотивировать наше воскресенье, учение о воскресении из мертвых. Вот что должно мотивировать нас просто сидеть на чемоданах и ждать своего рейса. Именно об этом говорит наш сегодняшний текст. Если вы впервые сегодня, мы уже три недели изучаем 1 Коринфянам 15 главу, это самый, наверное, яркий текст в Библии, говорящий, открывающий вообще природу воскресения, что это такое. Воскресение Иисуса Христа, в первую очередь, первые 10 стихов, 11 говорят о воскресении Христа как часть Евангелия «Убери воскресение», Евангелие теряет силу. Затем мы в прошлое воскресенье говорили с 12, обратили внимание, с 12 по 20 апостол Павел соединяет воскресение и абсолютно все, что связано с нашей повседневной жизнью. Христианство теряет смысл, если нет воскресения. Евангелие теряет смысл, если нет воскресения. Наша жизнь теряет смысл, если нет воскресения. И вот с 20 по конец этой главы наше будущее тоже очень смутно теряет смысл, если нет воскресения. Но воскресение есть. И вот об этом сегодня мы хотим вместе изучать, рассматривать, оценивать себя в свете этого текста. Текст достаточно большой, поэтому, если у вас есть Библия, откройте, следите вместе. Обратите внимание, у нас не получится на все, в каждое слово заглянуть, в каждую фразу оценить, но мы все-таки общую мысль извлекем из этого текста. Итак, 20 стих, 15 главы Коринфянам. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христов, Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царство, доколе не зложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смертью, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. Это, кстати, середина главы этой фразы. Бог все во всем. 29 стих. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том похвалой ваши, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должны, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые? И в каком теле придут? Безрассудные. То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть. Иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе, так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек Адам стал душой живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плот и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Говорю вам тайну. «Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. «Поглощена смерть победою». Смерть! Где твоё жало? Ад! Где твоя победа? Жало же смерти грех, и сила греха закон, благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте твёрдые, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Многое мы не затронем, но на основные моменты я хотел бы вместе с вами сегодня порассмышлять. Итак, не страх смерти, а воскресенье должно нас поощрять, стремиться в небеса. Что нас приготовит и будет торопить к вечности? Истина о том, что мы однажды воскреснем. Давайте мы обратим внимание на что хочет Павел, чтобы мы обратили внимание. Здесь три ясных, ярких темы он поднимает. И мы сегодня обратим внимание на эти три темы. Первое, что должно нас готовить к вечности, это то, что мы воскреснем, чтобы быть с Богом. Мы воскреснем первое, чтобы быть с Богом. Для чего воскресать? Неужели, что научиться летать, проходить через стены или еще что-то? Для чего нам воскресение из мертвых? 24 стих, смотрите, «А затем конец». Такие слова простые, но на самом деле это глобальное слово. Конец. Будет конец. О чем речь? Какой конец? А затем конец. То есть история, как таковая, подойдет к концу. Все завершится в какой-то точке. Все имеет какой-то смысл, какая-то конечная станция какая-то есть. Что это за конец? 25 стих, «Ибо Ему надлежит царствовать». Он уже царствует и будет царствовать. Это Христос. «Доколе не зложит всех врагов под ноги свои». Христос царствует непассивно, активно. Он покоряет абсолютно все. И все движется к конечной станции. Конечная станция, как я обратил внимание, 28 стих – это середина ровно этой главы. В этой главе 58 стихов. 28 середина. Когда же все покорит Ему, сын покорит Отцу, тогда и сам сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. Вот она конечная цель, вот она конец. Все Бог, все во всем. Чем нам интересны небеса? Рай, небеса. Почему мы хотим туда? Кто-то скажет, потому что, наконец-то, не надо будет домашнюю работу делать. Кто-то скажет, не надо на работу ходить. Кто-то скажет, не надо таблетки глотать. Что нас привлекает? И вот апостол Павел в 28 стихе простую фразу говорит. Бог все во всем. Все растворится в нем. Почему некоторые мужчины после работы бегут домой, а некоторые мужчины после работы не бегут домой? Я часто эту иллюстрацию привожу. Как бы немножко использую как обличение некоторым братьям. Почему некоторые мужчины, как только работа закончилась, смотали и бегом в машину, и домой едут? Почему? Потому что там жена. Что я буду здесь со своими станками стоять, когда жена там? Конечно же, спасибо, ребята, пять часов я полетел. И точно по такой же причине некоторые остаются с этими станками и просят у начальника, дай мне еще какое-то дополнительное время. Зачем идти туда, если там жена? Один заинтересован в жене, а другой не заинтересован в жене. Один заинтересован в детях, другой не заинтересован в детях. Один заинтересован устройством своего дома, другой не заинтересован устройством своего дома. Один торопится на небеса, другой не торопится. Почему? Его не сильно колыхает эта фраза «Бог все во всем». Останусь со своими станками здесь, посижу еще в этом аэропорту. Что-то уникальное, подобное мы наблюдаем. Я чуть-чуть еще одну иллюстрацию, которая поможет нам понять, о чем речь идет. Мы наблюдаем это, когда мама с грудным ребенком, с больным ребенком сидит всю ночь и не спит. Он плачет, капризничает, болеет, температура, еще что-то, болезнь какая-то беспокоит ребенка, он плачет. Мама сидит всю ночь, не выспалась, устала рядышком с этим ребенком, но счастливая. Объясните мне, пожалуйста. Мужьям это непонятно. А с женой почему? Она сидит и ей это нормально. Подожди, ты же не спишь. Ты же устала, голова будет болеть. Она говорит, это нормально. Это не объяснить. Мне нравится просто по ночам не спать. Необъяснимо так. Это не потому, что мне нравятся всякие болячки, температуры лечить. Нет, это тоже необъяснимо. Объяснимо одним простым явлением. Любовь. Это тот сладкий момент, когда человек себя забывает полностью. То, что ему больно, голова болит, невыспанная. И она рада. Она счастлива. В чем дело? Мы искренне желаем блага объекту своей любви. И в тот момент, когда мы это проявляем, мы совершенно себя забываем. Там мама о себе не думает, когда она сидит возле ребенка больного. Какая я бедная, не выспалась. Да у меня тоже голова будет болеть. Да у меня же тоже жизнь. Ну, может быть, такие мысли доходят. Особенно, когда она посмотрит на мужа, который посапливает рядом. Обидно. Но она забывает себя в тот момент. Это сладкий момент, когда человек ради любви к другому себя полностью забывает. И его не остается совершенно. Этой мамы нету совершенно. Это ребенок больной, и она себя забыла. Невыспанность, головная боль, усталость. Все это забыто. Почему? Потому что внимание все на объекте любви. Вот почему Павел говорит, Бог все во всем. В тот момент, когда верующий человек придет туда, его не станет. Он забудет о себе, летая, не летая. Это вообще не важно. Там нет нас. Своего, моего. Бог. Все во всем. Вспоминайте маму и ребенка, которая забывает себя, потому что объект любви рядом. Когда мы придем на небеса, мы там будем с Богом. Скажите, я начинаю понимать немножко, но честно, я не уверен. Такое у меня наблюдается ожидание от воскресения моего, когда я оживу. 22 стих. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Все верующие воскреснут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы. Пришествие. Я воскрес, но я думал, что мне там нужно что-то интересное наблюдать. В конце концов, Новый Иерусалим. Павел все это оставляет и говорит, Бог все во всем. Самый главный мотиватор жить в вечность, жить небом, это сам Бог. Как проверить это? И вот с 29 по 34 стихи он дает проверочную мысль. Он говорит, задайте такой простой, очень простой вопрос. Многие начинают отвлекаться, говорят, что это крестится для мертвых. Вполне возможно, это была какая-то необычная практика, которая просочилась в церковные ряды, что вот люди, которые не успели креститься, верующие умерли, вот тут другие верующие за них перекрещаются, чтобы убедиться, что точно. Споров очень много, что это значит. Не в этом дело. Все упускают о главном. Он говорит, все это объясняет, смотрите, если нет воскресения мертвых, то все наши лишения, все, что мы делаем здесь на земле, теряет смысл. Другими словами, он говорит, слушайте, задайте очень простой, проверочный вопрос. Для вас, вот это, вас интересует Бог все во всем? Это очень просто. Если мысль о воскресении вечности, в вечность, будущее воскресение, ваше личное воскресение, не меняет вашу жизнь сейчас, а у вас такое мышление, станем есть и пить, ибо завтра умрем, то вывод, он говорит, очень серьезный, отрезвитесь, 34 стихи, как должны, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. В церковь входит, да, несет служение, да, член церкви, да, сделал все внешние проявления, публично помолился, публично принял крещение, да, но меня небеса не интересует, особенно то, что просто там будет Бог, все во всем, как-то не сильно меня воодушевляет, я лучше здесь, в этом аэропорту, устроюсь полудобнее. Так он говорит, тогда к стыду скажу, что некоторые из вас не знают Бога. очень серьезный проверочный вопрос. Буквально вчера была свадьба, одна пара у нас тоже женилась уже вчера, и вот сегодня мы увидели молодую пару, представьте, Олег и Илона, я с ними встречаюсь, да, к свадьбе готовимся, я им задаю вопрос на одной из встреч, ну что, вы готовитесь, вы приготовили, где будет свадьба, разослали пригласительные, с пищей решили, вопрос с программой, где место, где вы будете жить. Нет, мы ничего этого не делали. А хоть цветы будут там? Нет. А где это будет? Мы не знаем. А вы как-то готовитесь к этому? Нет. Я тогда скажу, ребята, я вас не буду сочитывать. Таких нельзя сочитывать. Вы не любите друг друга. Любовь, она начинает готовиться. Любовь начинает готовить к свадебному дню, найдем место. Я не хочу что-то напугать, потому что молодые ребята услышат и скажут, я вообще не женюсь, потому что там надо очень много, найти место. Нужно там столько много договориться, там свадебные платья, только одни занимают по 6-8 месяцев. Но я не хочу отговаривать, молодые братья и сестры. Но там очень много нужно, что решать. И это выражение того, что человек действительно любит, посвящен и готов все эти вопросы разгребать, решать и платить за это все, и очень много платить. Почему? Потому что он заинтересован, она заинтересована в друг друге. Я говорю, таких можно сочитывать. А если... Нет, нет, нет. И вот Павел говорит, подождите, на небеса туда идут только те, которые заинтересованы в Боге, те, которые знают Его, и для них это самое лучшее – забыть себя, и Бог все во всем. Увидеть Бога. Творца своего, своего отца, своего пастыря. Тогда они перестают здесь устраиваться на пересадках. Итак, первое, очень важное. Мы воскреснем, чтобы быть с Богом. Это должно стимулировать нас к вечности. Второе, вторая истина, о которой он говорит, мы воскреснем в новом теле. Мы воскреснем в новом теле. Далее, с 35 стиха по 54, большую часть, очень много интересных образов, очень много разных идей он передает, но все построено вокруг. Будет воскресение нашего тела, но оно будет новое тело. Знаете, если вы хотите научиться у Иисуса Христа проповедовать проповеди на похоронах, этого у вас не получится. Как-то одного проповедника пригласили проповедовать на похоронах. Он говорит, полистаю, посмотрю, как Иисус проповедовал на похоронах. Искал, искал, все Евангелие полистал, говорит, все, что я нашел, Иисус приходит, когда на похороны. Он не говорит хорошую проповедь о смерти. Он запрещает смерти. Он ни разу не проповедовал смерти. Он просто ей запрещал. Не научимся у Иисуса проповедовать на похоронах. Он воскрешал всяких, кто с ним соприкасался. И он говорил, я есть воскресение из жизни. Но вот если вы вспомните сейчас те чудеса воскресения, которые Иисус сделал, того же Лазаря, когда он воскресил из мертвых, у всех этих воскресений есть один недостаток. Все эти люди рано или поздно опять умерли. Подумайте об этом. Лазарю опять приходится, ох, сейчас опять буду умирать. Уже один раз было это. И он второй раз умирал. И все, кто воскрешены были Христом, они второй раз умирали. Христос имел власть над смертью. Но что-то интересное происходило. Смерть опять забирала этих людей. И вот в этом параграфе апостол Павел говорит интересное, что Христос сделал что-то необычное. Он не просто до этого момента всегда был сильнее смерти, и он повелевал смерти. А теперь он сделал смерть бессильной. Он ее сделал бессильной. И он в этом тексте говорит о интересных образах, которые ожидают нас всех. С 35 стиха он начинает говорить, но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые? Я хочу знать. И в каком теле придут? Мне очень интересно. Безрассудны. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет. И каждому семени свое тело. Образ семени и дерева. И он дальше задел вопрос славы в затраге. Он говорит, послушайте, вот оно семя, которое мы сеем, и потом вырастает какой-то плод, какое-то дерево. Скажите, что славнее, то семя, которое сеется, или то, что вырастет? В полноте это семя выдаст весь свой потенциал. Конечно же, то, что вырастет. То могучее дерево, которое произрастет из этого семени, оно славнее. И вот этот вопрос славы, столько много вопросов. Это очень просто. Он говорит, есть разные тела, и они различаются в степени славы. Он говорит, есть тело вот это вот наше, в котором мы сегодня ходим, оно сотворено по образу Божьему, оно славно, замечательно. Бог очень дизайн сделал, замечательно. Каждый из вас это чудо ходящее. Но он говорит, в будущем то тело, оно славнее. И вот я хочу обратить внимание на один текст, который мы часто читаем, но, может быть, не привлекал так особо внимание. Это текст 1 Фессалоникийцин, 4 глава. Немножко богословское сейчас упражнение, но я хочу, чтобы вы увидели практическое применение этого. 1 Фессалоникийцин, 4 глава, с 15 стиха по 18. «Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим убирших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Мертвые во Христе воскреснут прежде. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках встретения Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». Смотрите, это интересно. Мы как бы пробегаем это. В чем утешение? Он говорит, «Итак, утешайте, ободряйте друг друга следующими словами, что мертвые во Христе первые воскреснут, затем мы живые, если мы еще не убрем до того момента, мы восхищены будем». Что должно утешить? Должно утешить, чтобы прежде мертвые воскреснут. Скажете, «Понятно дело». Смотрите, дорогие, мы очень часто на похоронах утешаем друг друга, что сейчас этот христианин, наш родственник, друг, сейчас уже на небесах с Господом. И это совершенно верно. Христос, умирая, разбойнику на кресте говорит, «Ныне же со Мною будешь в раю». Умирая, и тут Божье присутствие, но это не утешает. Он говорит, «Утешать будет, когда пройдет время, и эти умершие воскреснут, они приобретут новое тело, и вот тогда точка утешения». Оказывается, для Павла важнее было даже не то, что он скажет, что верующие будут с Богом, и все замечательно, а он говорит, что еще подчеркивает эту деталь, «Тело новое получим, и это пускай вас утешит». Утешение привязано именно к воскресению, а не просто присутствию в Божьем присутствии. Вот почему он большую часть, первое послание Коринфянам, 15 глава, говорит о телесном воскресении, новое тело. Он говорит, Бог все во всем, мы в Его присутствии. И затем он добавляет второй очень важный элемент, тело, и оно будет славнее. И более того, 1 Фессалоникийцам именно само воскресение утешает, а не даже то, что мы в Божьем присутствии. Почему он об этом говорит? Дело в том, что и тогда, и сегодня мы склонны разговор о вечности переводить сугубо в духовную сферу. Духовными образами говорить, что мы парим, какие-то облачками станем или еще кем-то. Нет. Это достаточно физически, что мы говорим даже о Новом Иерусалиме. Это достаточно близко к нашему физическому, что он использует то же самое слово тело. Но оно изменится. 51-52 стихи он говорит, говорю вам тайну, потому что вы сейчас возможно задумываете, хорошо, хорошо, вот сколько процентов на моих клетках сегодняшних будут там на небесах. Вот что, я буду так же выглядеть вот таким же, как я сейчас, говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг в обновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Воскресение нетленным, и мы изменимся другими с вами. Это что-то похожее, понятное тело, но оно измененное совершенно измененное. Для многих очень важно на небесах быть способными летать, кому-то очень важно проходить сквозь стены, кто-то из вас наконец-то поймет алгоритмы, химию, кто-то выучит наконец-то английский язык, кто-то наконец-то начнет понимать свою жену, мужа. Но что же все-таки самое ценное? Самое ценное в новом теле? Что? Что? Наше новое тело преобразуется, изменится, трансформируется, как гусеница в бабочку, но что, что, что? Пожалуйста, Павел, ну хоть одну тайну открой. Смотрите, 53 стих. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии». Вот он, 53 стих. Он рисует определенные контуры. Он не говорит о том, что мы сможем проходить сквозь стены, летать, выучим все языки. Тленное надлежит облечься в нетлении. Смертное в бессмертие. Вот для него самое важное. Другими словами, вот это тление, это значит тот износ, то старение, тот закон смерти, который в нас, его не будет. И поверьте, это намного ценнее, чем просто проходить сквозь стены. Надоест ходить через стены. И летать надоест. Но вот он говорит, вот это вот тленное, оно не станет больше тленным, оно не станет износиться, и в нем не будет смерти. И поверьте, это он говорит намного важнее. Намного важнее. Известного миссионера Джона Паттона, я читал его биографию, рекомендую прочитать, он поехал миссионером в Южный Тихоокеан на острова, где были людоеды. в то время прям активные были людоеды, и он понял, что Бог его призывает туда проповедовать, и вот перед тем, как он уезжал, к нему подходили члены церкви и отговаривали, и вот один подошел и говорит, подожди, подожди, Джон, ты пойми, людоеды, ты едешь к людоедам, они тебя съедят, вот так отговаривают. Он говорит, вы знаете, для меня жизнь Христос, для меня служить Христу и умереть, служа Христу, самое важное. А кто меня скушает после смерти, червяки или людоеды, неважно. Почему? Потому что когда Христос придет, мое тело воскреснет и будет совершенно новым, славным, как у воскресшего Искупителя. А кто скушает, это неважно. Знаете, примерно до сорока лет мы все думаем о том, что наше тело в воскресенье будет как наше. Где-то после сорока люди начинают не-нет, надо другое, совершенно новое. Так вот, те, кто после сорока правы, молодые, оно будет телом, но оно будет новым, оно будет новым. апостол Павел подчеркивает о реальности, что это будет тело и оно будет новое. И последнее. Мы воскреснем и получим награду. Мы воскреснем и получим награду. 54 стих и далее. Когда же телесность и облечется в нетлении, и смертность и облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть! Где твоя жало? Ад! Где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 58 стих очень важный, потому что он начинается с такого слова «Итак, Павел не может закрыть эту тему о воскресении Христа, о воскресении нашим из мертвых без практического применения». Подумайте только, 57 стихов он раскрывает доктрину о воскресении, но он не может закончить эту главу, он обращает наше внимание на 58-й. Итак, 57 стихов доктрины приводят к одному стиху практики. Доктрина не изучена до конца, если она не применена. Не обманывайтесь, дорогие, если вот от этой мысли, что вы что-то поняли, если вы не увидели эту истину реально в своей жизни действующей, в действии своей жизни, если вы это не увидели, доктрина о воскресении Христа, воскресении вашем вечном, если это никаким образом не изменяет вашу жизнь, вы ее не поняли. Практический итог. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Что здесь? Две вещи главные. Будьте тверды, непоколебимы, это значит, мы будем уверены. Когда мы понимаем воскресение Иисуса Христа, которое произошло 2000 лет назад, и то воскресение, которое нас ожидает, появляется уверенность, твердость, непоколебимость. Возможно, поэтому некоторые верующие колеблются. Сегодня здесь, завтра их нету в церкви. Возможно, из-за этого некоторые верующие трудятся, а завтра их нету в служении. И второе, очень важно, продуктивность, уверенность и затем продуктивность. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Этот человек способен трудиться. У него есть силы выполнения, потому что Христос воскрес и я воскресну. И поэтому он спокойно может сидеть на этих чемоданах в аэропорту. Возникает вопрос, как, как, что, что соединяет тему воскресения с нашей практической жизнью. Поэтому мы прочитали 54, 55, 56, 57 стихи. Самое важное воскресение Иисуса Христа это то, что Его воскресение поглотило смерть, лишило смерть силы. Помните, мы уже только что сказали, буквально несколько минут назад, что Христос сделал что-то уникальное. До этого Он подходил к Лазарю «Воскрешаю тебя из мертвых». «Выходи, Лазарь». Он выходит, но Он через несколько лет опять умирает. Но воскресение Иисуса Христа что-то уникальное сделало смертью, оно лишило Его силы. Здесь интересная двойная сторона. Возможно, вы на это не обращали внимания, но в этом тексте мы читали в этой главе, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Обратите внимание, 15, 15. Притом мы оказались бы и уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Он развивает аргумент, что если Бог не воскрес, то тогда все теряет смысл. Но он говорит о том, что мы проповедовали, что Бог воскресил Иисуса Христа. Откройте книгу «Деяния», 2 глава. Петр проповедует во время Пятидесятницы, и мы уже обращали внимание, это первая проповедь сконцентрирована на воскресении Иисуса Христа. И здесь очень важная деталь, 24 стих. Но Бог воскресил Его, Иисуса Христа. Бог Отец воскресил Иисуса Христа, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. Посмотрите 32 стих. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Бог воскресил Своего Сына». Всем это понятно. А теперь посмотрите Евангелие от Иоанна, 2 глава. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 19 стих. С 19 стиха читаем. Иисус сказал им в ответ «Разрушьте храм сей и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи. Сей храм строился 46 лет и ты в три дня воздвигнешь его. Они не понимают о том, что он говорил о теле своем. А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это и поверили Писанию, Слову, которое сказал Иисус «Дорогие, не упустите 19 стих, разрушьте храм сей, указывая на свое тело». Говорит «Я его воскрешу. Я его воздвигну в три дня». Бог Отец воскресил Сына. Совершенно верно. А Иисус говорит «Я сам себя воскрешу». Скажете «Зачем эта доктрина? Зачем эта истина нам нужна сегодня, когда мы говорим о воскресении нашем?» Дело в том, что конец этой главы он говорит о том, что смерть потеряла жало, потеряла силу, ад потерял победу, смерть не имеет теперь влияния. Почему? Дело в том, что Христос имел власть над смертью и Он воскрешал. Лазарь иди вон. Но когда Христос сам вошел в смерть, Он взял смертельный тот укус пчелы и змеи на себя, скорпиона и впитал весь этот смертный яд в себя и изнутри смерть разрушил. Он прошел через смерть сам, хотя Он имел власть над этой смертью выходи, а Он взял ее на себя, впитал полностью все и изнутри и потом сломал это жало, вырвал этот хвост скорпиона. Понимаете, до этого момента смерть имела Господина Иисуса Христа, но она имела власть тоже. Когда Христос вошел в смерть, заместительная жертва Иисуса Христа на кресте, Он пострадал и умер вместо нас, Он взял на себя наш позор, грех, и потом Он умер, взял это жало смерти и обломал. Когда же Христос умер, то Он у смерти забрал эту власть, Он ее изнутри разрушил. Почему это важно нам сегодня? Если мы живем в свете победы Иисуса Христа, смотрите, 57 стих, благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Не торопитесь. Он к концу подводит очень серьезные глубокие истины. Христос победил, Он имел власть, а теперь Он победил, разрушил полностью. Смерть, где твоя жала? Нету. А где твоя победа? Нету. Жало же смерти грех, сила греха, закон, но Он победил. Смотрите, если мы не понимаем и не живем этой победой, мы будем стараться сами эту победу достичь. Мы будем пытаться заработать принятие у Бога. Нет, нет, Бог в Иисусе Христе совершил эту победу над смертью. Нам не нужно зарабатывать. И второе, еще важнее, почему уверенность приходит от победы, потому что истинно верующий человек, понимая, что Христос разрушил смерть, он не боится смерти. Вот она точка, к чему подводит. Смерть это скорпион, но уже с обломанным хвостом. Смерть это пчела, у которой вырвано жало. Смерть это гадюга с вырванными зубами. Смерть не страшна. Все, там нету этого яда. Христос с себя взял этот яд и изнутри разорвался. Вот почему он говорит, и так теперь мы будем твердые и непоколебимы, у нас есть уверенность, потому что мы не боимся этой пчелы теперь, там нету жала, мы не боимся этого скорпиона, там нету хвоста, мы не боимся этой гадюки, там нету зубов. Вот почему уверенность, и в итоге мы становимся способными трудиться и не переживать, и не бояться смерти. Дорогие, и это Джон Паттон едет к людоедам и не боится. Там вырвать-то все. Я не боюсь смерти. И заканчивает он это, да, практически, мы становимся уверенными, мы становимся плодотворными, мы трудимся, и затем зная, что труд наш не тщетен перед Господом. Награда. Награда. Человек, который живет уверенной жизнью, уверенностью, в Боге, не в себе, не в самовнушении. Нет, нет, смерть уже не страшна мне. Христос изнутри разрушил ее, лишил силы. Вопросы для самопроверки мы сейчас будем молиться. Первые вопросы мы посмотрим на текст. Является ли смерть для нас приобретением? Для вас, для меня? Является ли смерть реально приобретением? И мы ждем. мы ждем той пересадки. Нетерпели его на своих чемоданах? Как проверить? Первая глава филиппийцам. Пожалуйста, откройте филиппийцам первая глава. 21 стих. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Есть эта дилемма. И он понимает, трудиться нужно. Воскресение, смерть и воскресение это приобретение. Здесь трудимся. 23 стих. «Влечет мне то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Простой вопрос. Является ли смерть для вас приобретением? Второй вопрос. Живем ли мы так, что это понятно, что наше жительство или гражданство на небесах? Реально. И тоже в этом же послании филиппийцам 3 глава 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя нашего Господа нашего Иисуса Христа». Мы ожидаем спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие, «Мы здесь лишь на пересадке, не устраивайтесь, слишком комфортно, давайте лучше готовиться к небесам и это время проводить как? Уверенность в Боге без страха смерти, преуспевать в деле Господнем». Теперь еще раз попытаемся. Христос воскрес! Мы воскреснем! Аминь! Давайте мы встанем, помолимся. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что мы можем с уверенностью сказать, что Христос воскрес, этому свидетельствует Писание, этому свидетельствует пустая могила, тысячи, миллионы людей, измененных этой истиной. Но также сегодня мы можем с уверенностью говорить о воскресении мертвых, о нашем воскресении. Оно ведет нас в Твое присутствие и будет Бог все во всем. Это воскресение даст нам новые тела, славнее этих. И слава этих тел будет в нетленности и в бессмертии. И, конечно же, мы получим там награду, потому что труд наш здесь ожидает Тебя в терпении не тщетин. Ты воздашь каждому. Нас ожидает награда. Нас ожидаешь Ты. Нас ожидают новые тела. Нас ожидает награда. Господи, учи нас не прилипляться к этой земле, потому что это всего-навсего пересадка. Наше же жительство на небесах. Дай нам об этом помнить, радоваться и передавать это другим. Тем, которые, может быть, привыкать начинают здесь, устраиваться слишком глубоко, корни пускать. Дай нам преуспевать в деле Твоем, и это самое главное. Благослови нас, как церковь, быть благовествующими о воскрешенном Христе, ведь это и есть то дело, к которому Ты нас призвал. Дай нам уверенность, уверенность в Тебе в воскресении, и тогда уйдет страх перед смертью, потому что, к сожалению, этот мир пропитан страхом смерти, и только верующие люди отличаются. Они не боятся ехать на острова, они не боятся служить и отдавать себя, потому что они ожидают лучшего, славного. Благослови нас, Господи, именно таким мышлением, такой жизнью, таким подходом, а Тебе завсюду будет слава. Аминь.